МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Таля Радоэ компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Сегодня у Нароли изъявилась еще одна детячая гульневая пляцовка. Подарунок городу зарабила Федерация профсоюзов. Областный этап республиканского патриотичного проекта «Кветки Великой Перамоги» отбылся у Лоеве. У Гомельском районе после рестаурации открылся помник солдатам, загинувшим у годы Великой Айчинной войны. Журналисты газеты «Гомельские ведомости» стали переможцами 13-го национального конкурсу друкованных СМИ «Золотая литра». И больше подробязна, об этом не только. У Беларуси проходят святочные мероприемства, присвеченные 9 мая. Память об Великой Перамоги консолидует громадство для перодоления глобальных выкликов и погроз. Про это говорится у веншаванне президента Беларуси Александра Лукашенки «Су Айчинникам напереда Дні Дня Перамоги». Керавник державы выказал особливые слова удячности ветеранам и подкреслив, что у Беларуси будут вечно памятать имены миллионов бойцов и працевников тылу, которые отстояли свободу родимым. Памятные мероприемства проходят во всех регионах. У Гомеля сегодня центральной падея и стал митинг на Аллее Героев, который протягнул у Рачисты Сходу областным громадскокультурным центры. Наши корреспонденты сочились за падеями. Аллея Героев – это место, которое символизует героизм и мужность наших земляков. Тут похова на останки больше 130 солдат и офицеров, загинавших подчас вызволения города. Побач с тыла с прозвищами 38 Героев Советского Союза и трех полных кавалеров Ордена Славы. Это уроженцы Гомеля и бойцы, которые отримали высокие ознагороды в боях за город. Ушановать память загинавших и выказать поддяку за великую перемогу ветеранам собрались представники керавництва в области и города, до опрационных коллективов и молодей. Забота о ветеранах – это, прежде всего, нравственный долг и святой долг перед нашими прадедами и дедами, которые защищали нашу Родину. Это также долг чести перед ними, перед теми людьми, которые склонили свои головы, ради того, чтобы мы могли жить и созидать на благо нашей Родины и нашей Республики Беларусь. Час поступово отдаляю нас от трагичных падей Великой Айчинной войны. Але подвиг советских солдат бессмеротны. Гомельчанин Иван Кондруси у перший день войны сустрел у Новогрудку. В город одразу пошли бомбить немецкие самолеты. В первый день нас бомбили. Мы находились в воинской части Новогрудки. И вот в первый день, а во второй, в третий день наши столковые разделения вступили в бой с врагом. Перемога над ворогом дорого каштовала беларускому народу. Загинул каждый третий жихар. Плюс хатыни полтариле 9 тысяч вёсок, з яких больше 1100 у нашей области. 9 мая – это великое свято. Перемога в Великой Айчинной войне – крыница национального гонору. Дорогие солдаты Победы! Ваша доблесть, воинская честь, трудовая слава дают нам силы жить и созидать во имя процветающей нашей Родины. Мы гордимся величием ваших судей. От имени всех жителей области я ещё раз искренне благодарю вас за бесценный урок патриотизма, отваги, мужества. И поздравляю с самым великим днём в истории нашего народа. С Днём Победы! 9 мая урочистые мероприемства у Гомеля у 10 годин 30 хвилин открыли акции «Шестье парад пераможцев». Колонны у дельников пройдут от площади повстания по улице Советской до площади працы. Завершатся шестим митингом и ускладанием кветок до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Далее свято протягнуть акции, флешмобы, выставы, концертные и спортивные программы. Ярким финалом Дня Перамоги станут фейерверки. Полюбоваться ими можно будет у 23 годины. Каля Лядового палаца, на каскаде озёр, по проспекте космонавтов, в зоне отпочинку Сажалки и Каля Любинского озера. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадуя компания «Гомель». До врачистости узнагоды 72-й годовины Великой Перамоги мы еще вернемся, а зараз до инших падеях этого дня. Сегодня у Нароли з'явилась ящая одна детячая гульневая пляцовка. Такий подарунок городу зарабила Федерация профсоюза у Беларуси. В 2006 году эта организация узела шефство над одним из самых потерпелых районов. И теперь оказывает ему разнобаковую допомогу. Об тем, что сделано. Материал Олега Синцерова. Дитячие сады и школы, районный дом детячей творчества, школа мастерства, родильный дом. За 11 годов суппрацовництва Федерация профсоюзов Беларуси в Наролянском районе оказывала допомогу разным организациям и конкретным людям. В минулом году 30 тысяч рублей на осмысление материально-технической базы отрымала центральная районная больница. За эти сроки тут не просто капитально одароматовали детящее отделение, а ли изробили для маленьких пациентов гульнявый покой. Причем разом с садками набыли сюды телевизор и всю необходную меблю. Плюс переобстолевали столовую. Ранее кажуть, как детям могло дотягнуться до ежи, на стул приходился к ласке по некольки подушек. Теперь стали отправлять взрослых пациентов и были проблемы стали неактуальными. До речи, эта помога профсоюзу подшторгнула инициативу батьков и медицинского персонала, которые так само унесли свой уклад у доброупорядкования детячего отделения. Нам помогают обычно родители, чьи дети находятся на лечении. Вот в столовой они там нам делали маленькие вот эти вот искусственные цветы, букеты, чтобы для украшения. Нам частично мы силами своих работников вот стены разрисовали, здесь еще не успели украсить. Это наши работники рисуют. Это уже традиция. Подчас у всех официальных мероприемств ускладаются кветки до помненько-селенным вёскам. До Чарнобыльской катастрофы у Наравлянском районе проживало коля 28 тысяч человек, зараз не мая от 12. Похованные, теперь уже былые населенные пункты и забороненные для наведывания земли. Трагеды, об якой нельга забывать, а ли и жить только минулым, так само нельга. На пыль на гэта можно лечить не выпадковым, от помненько-селенным вёском до новой дитяшей гульновой плясовки коля 50 метров. Симул трагеды Наравлянского района и симул ягоды роджения. Подчас открытия гульновой плясовки керавник Федерации профсоюзов обицаем уже в этом году еле поширить и зробить не горш за те, что установлены у белорусской столицы. Жахары Наравлянске кажуть, что дитячая плясовка для города саправды необходная. Уресьте, рухомые гульни на свежем поветре залог здоровьем. Тем больше, что на протягу опочных годов народжальность у Наравлянске постоянно превышает среднеобластный показчик. Наравлянский район Оугли можно лечить прикладом по целым широкую позиции. Старшиня Федерации профсоюзов Михаил Орда-Пиракананы, коллег объединясь на магании официйных уладов и громадских организаций, процесс одорожения потерпелых району станет ещё больше эффективным. У нас видим, есть эти проблемы. Значит, эти проблемы спокойно, но их надо преодолевать. И они обязательно преодолеются. Обязательно мы все эти вопросы решим. Но только тогда, когда мы будем вместе, когда мы будем друг другу помогать, когда мы будем плечо подставлять и когда спокойно будем решать эти вопросы. Вот тогда, безусловно, у нас всё получится, всё будет хорошо. У Наравлянске не утойвать, у экономицы региона есть проблемы, связанные, например, со скорочением объёма будовничных работ. Разом с тем, по выникам первых кварталах этого года, означенный рост в творчестве на 8%, а на местовых промысловых предприемствах, это пока что в уголе удвоя больше. Да помогать необходимо тем, кто и сам працует. У Федерации профсоюзов Беларуси кажут, обжидание ознайомиться с планами местового керавництва и выпрасывать стратегию суместных действий по развитию района. Мы работаем на то, чтобы успешно развивались и государственный сектор экономики, и частные малые и большие предприятия. И у нас каждый год создаётся по 2, 3, 5 предприятий малых, которые работают и занимают людей. И в этом году и нам прогнозным заданием доведено создание таких предприятий в производственной сфере. И мы видим, что надо искать. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадо-компания «Гомель» с Нарулли. В Лоеве отбился областный этап республиканских патриотичных проектов «Кветки великой перемоги». Активисты БРСМ и пионерской организации из всех районов в области наведали место боевой славы, провели урочистый митинг и диалог поколений «Не забыть, как жить». Дмитрий Котов протягнет. Городский поселок Лоев – одно из самых героичных мест на территории Сушасной Гомельщины. В боях за его вызволение по официйных известках загинули около 10 тысяч рвон армейцев. 365 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Удельники митингу узгадывают сторонки военной истории и ускладают кветки до мемориалу. Валентина Шестякова Валентина Шестякова отшукала своего батьку только про 72 годы после завершения войны. Только было письмо одно-единственное. Он писал маму «Береги дочку». С ее слов я и знаю. Были тяжелые годы, стараясь как-то о войне меньше людей травмировать, говорили. Но я все про него знаю. Он знает, что он играл на гармошке. Был веселый парень, 20 лет. Не пожалел своей жизни молодой. Павел Цюканов загинул в боях под Лоевом. Тут и знайшел свой опошний притулок. Дорогие, пошуковая работа, которую проводят лоевские историки, носит постоянный характер. Дякуючи их намаганиям, что год становятся вядомы сотни именов Героя Войны. Летость больше 400, а все лета уже каля 300. Мы понимаем, что для каждого родственника судьба его предков, она актуальна, она важна. Все хотят знать свои корни, потому что дерево без корней, оно падает, оно не существует. И вот в связи с этим мы эту работу никогда не отодвигаем на второй план. И не только работаем, но и стараемся увековечить, нанести имена, установленные на мемориальные плиты захоронений. Удельники патриотичного проекта к ветке Великой Перамоги прошли по местах боевой славы, наведали музей битвы за Днепр. Центральным мероприемством стал диалог поколенев «Не забыть, как жить». Молодь и эксперты обмерковали пытания выхования патриотизма сирот подрастающего поколения и захования историчной справедливости. Мы постарались собрать всю область в одном месте и на месте значимом. Это мемориал в городе Лоеве, тот, который знаменит не только, наверное, в Республике Беларусь, но и среди стран СНГ, да и, наверное, и в мире. Поэтому это место идеально подходит для диалога поколений. Под сегодняшним мирным небом с ужасной молоди тяжко уявить, что калисти на этой земле рукотели боевые снарады. Молодые люди повинны знать, какой страшной ценой была двоевана незалежность краины. Головное – заховывать героичный подвиг у памяти и быть достойными переемниками своих протков. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель» Злоева. Сегодня увезцы целяши Гомельского района открылся после рестаурации помник солдатам, загинулшим у годы Великой Айчинной войны. Тут пройшла панихида по советских войнах, які, можно, вызволяли родную землю, однак таки не вернулись с полеубою. У их адрес гучали слова широй падяки за свободу и незалежность, адвоеванную такой дорогой ценой. До того ж, пажадань немоцного здоровья и заусюды только мирного неба над головой присутные адресовали и живым ведовочцам падей Великой Айчинной, яких запросили на урочистое мероприемство. У делу открытия адрес стаурованного помника приняли представники улады, мясовые жихары и супрацовники филиала Гомельского управления магистральных газопроводов открытого акционерного товарыства «Газпрам Трансгаз Беларусь». Миновита гэтая организация уластными силами и сродками ожитивляла ремонтные работы по проведению монументов «Належный стан». Под час урочистости присутные усклали допомник овянки и кветки и ушановали хвилиной молчанья память загинувших советских воинов, партизанов и мирных жихароу. Работы проводились именно сотрудниками, жители тоже включились, они облагородили прилегающую территорию, покрасили, откосились, подсеяли травку. Ну, конечно, глобальные работы вели наши работники. Мини-проект был сделан. После проекта мы включились в работу, приобрели материалы, ну и, соответственно, немаловажная часть – это труд наших работников. Мы уже на перспективу сегодня рассмотрели, куда будем двигаться дальше. Есть варианты памятников, которые необходимо в первую очередь ремонтировать и поддерживать. На жаль у прогноза на дворья на день перемоги синоптики довольно пессимистичные. А пошли день гэтагаты дня будет теплым, а спонятделка у регионе знову шакается похолодание. За дожджоу и на вальниц на завтра обвещанный оранжевый уровень небеспеки. Часом махчима узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в ночи складе до 13, в день до 20-25 градусов тепла. 8 мая на большей части территории пройдут короткочасовые дожджи. На протягу суток чекается от 9 до 14 градусов тепла, в день месяцами до плюс 17. У ночи на 9 мая будет от 0 до плюс 5. В день перемоги слупки термометров покажутся от 5 до 10 тепла, махчимы дожджи и навод мокрый снег. Журналисты газеты «Гомельские ведомости» стали переможцами 13-го национального конкурса друкованных СМИ «Золотая литра». Церемония узнагороджения пройшла у Минску. Все лето на суд журы было накеровано больше, как 250 заявок. На этот раз у журналистов региона три дипломы финалиста у конкурсу, а так само два первые месяцы. Дмитрий Чарняуский, редактор отдела культуры газеты «Гомельские ведомости», стал переможцем у номинации «Лепший репортер районных городских шматитражных СМИ». Лепшим фотокорреспондентом стала супрацовница этого же выданья Ганна Пашченко. Сегодня журналисты принимают веншаванье коллег и с хваляванием вспоминают церемонию узнагороджения. Назвали мое имя, сразу сердце застучало, на сцену вышел, посмотрел зал, эти рампы светят в глаза. И конверт стоит, заместитель министра информации, держит конверт, и у тебя каждую секунду все больше и больше нарастает напряжение, помимо твоей воли. И называют твое имя, и ты до конца не веришь. Несут статуэтку, золотой литр вручают, она такая тяжелая. И ты ощущаешь всю такую значимость этого события. И до меня никто не произносил никакие речи, все люди выходили. И я решил, что надо поделиться своими эмоциями. Я вышел, поблагодарил редакцию, сотрудников редакции. Сказал, что я добивался любви этой замечательной яркой девушки. Я имел в виду литры 7 лет долгих. Поблагодарил всех и рассказал о том, как я мечтал, работал, работал и мечтал. И моя мечта сбылась. И, конечно, такая награда, она открывает второе дыхание и подстегивает работать еще лучше, еще больше. И быть всегда первыми нельзя, опускать теперь эту планку. И нам очень почетно и радостно, что в Гомельской области в этом году наша редакция привезла 2 литры. И мы в Гомельской области были единственными в этом году. ГТ, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова